Здравствуйте! В эфире новости спорта, подготовленной агентством Тюменская арена. 22 июля впервые будет отмечаться Всероссийский день бокса. Основные праздничные мероприятия пройдут в Москве на Красной площади. А за день до этого события участниками акции стали 11 городов. Среди них и Тюмень. Местом для флешмоба стал Цветной бульвар. Одновременно с Тюменю тренировки начались по всей стране. У нас наставником более чем для 400 горожан стал двукратный чемпион мира Евгений Макаренко. В первую очередь популяризация бокса, привлечение детей и девчонок к занятию спортом. Именно этим настоящим видом спорта бокса, дисциплина бокса. Ну а также надо понимать на новый уровень бокс Российской Федерации и новое руководство такие мероприятия дает новый старт. Так в целом в нашем университете много спортсменов и зарпульсированных, те кто добились высоких результатов и принесли славу нашему институту. В итоге тюменцам совместными усилиями с почитателями бокса из других городов России удалось установить достижения по массовости тренировки, которая войдет в книгу рекордов Гиннеса. Нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим. Футбольный клуб Тюмень не лучшим образом начал первенство ФНЛ, проиграв в двух первых матчах. Впрочем, ситуация и у ближайшего соперника сибиряков Питерского «Зенита-2» точно такая же. А потому матч нас ждет интересный. Поединок на стадионе «Геолог» состоится в субботу, его начало в 16 часов. Выходной день, отличная погода, впервые за долгое время установившаяся в Тюмени. Все это благоволит походу на стадион. Тем более, что команде Александра Ивченко сейчас крайне важна поддержка родных трибун. Уважаемые болельщики, приходите поддержать нас на стадион «Геолог» 22 июля в 16.00 на игру «Зенитом-2». Ваша поддержка нам очень нужна. Ждем вас на стадионе. В субботу кассы стадиона «Геолог» начнут работу с 12 часов дня, так что времени купить билеты еще предостаточно. Также их можно приобрести через интернет. Если же попасть на стадион не получится, агентство спортивных новостей «Тюменская арена» организует трансляцию матча. В прямом эфире встречу можно будет увидеть на телеканале «Матч. Наш спорт». В записи ее покажет «Тюменское время» 22 июля в 20 часов. Нелишним будет напомнить, что «Зениту» не привыкать проигрывать на «Геологе». Причем не только второй команде. Триумф над основным составом питерцев Кубки России в 2013 году справедливо считается одной из золотых страниц тюменского футбола. Железный человек – это не только персонаж комиксов. Так логично называть и всех последователей триатлона, в чем убедилась и наша съемочная группа. С 2000 года триатлон входит в программу Олимпийских игр и совершенно справедливо считается одним из самых сложных видов спорта. 30 июля – это чемпионат Свердловской области по триатлону, 750 плавания, 20 велосипед и 5 километров бег. Там тоже хорошая такая пересеченка, поэтому старт очень интересный. Собираются сильнейшие триатлонисты Челябинска, Свердловска, Перми, Тюмени. И хороший старт. Вот в прошлом году это был один из таких массовых стартов. На чемпионате Тюмени по триатлону дистанция была попроще – 300 метров вплавь, затем 8 километров на велосипеде и еще 200 бегом. На первый план вышла совсем невыносливость. Преимущества получили молодые и просто хорошо физически подготовленные спортсмены. Победитель чемпионата Никита Кугаевский выложился без остатка с первой секунды. Сам не заметил, как быстро преодолел общую дистанцию. Чем меньше дистанция, тем она интенсивнее и быстрее проходит. То есть некогда подышать, некогда восстановиться, и ты бежишь постоянно-постоянно напрягаясь. На более длинных дистанциях есть время отдохнуть, перевести дыхание. Ну и, собственно, тут за и против, а обе дистанции тяжелые. То есть большая и маленькая. В чемпионате и первенстве Тюмени приняли участие 35 спортсменов. Но ориентир в лице того же Завьялова позволяет рассчитывать, что их число будет расти. На сегодня у меня все еще больше новостей о главных спортивных событиях региона. Вы узнаете на нашем сайте asnta.ru. До свидания.